В предыдущих сериях. Война сразу прекратилась, и всем было бы хорошо от этого. Соня, быстро отведи Симку домой, а мы с Гизморгом. И, кстати, где он? А Бокий храбро стоял на месте и прищуренным взглядом хищник смотрел на разъяренных собак, изжавших к нему навстречу. КОШКИ ПРОТИВ СОБАК Я хочу попросить вас поставить лайк этому ролику и оставить любой комментарий. Ребята, мои сказки многие смотрят без подписки, поэтому если вам действительно нравятся такие истории, то не забудьте подписаться на канал. А ролики будут выходить с каждым разом все качественнее и интереснее. Ну а мы начинаем. Соня, что есть сил, бежала домой, держа в зубах Симку за шкирку так крепко, что котенок сжал зубки и терпел как мог. Симку разгрызала совесть за то, что его папа по вине котенка остался один против стаи злых собак. В голове он думал. Хоть бы с папой все было хорошо, пожалуйста, хоть бы пронесло, и он успел убежать оттуда. Прибежав домой, Соня отпустила Симку. Оставайся дома, сказала она и снова убежала за тем, чтобы собрать как можно скорее отряд котов и пойти на спасение Бокки. Котенок сидел на месте и от досады вскрикнул. Ну за что мне такое? Почему всегда, когда хочешь сделать лучше для всех, получается только хуже? Гизмо! Он меня обманул! Но зачем? Что я ему сделал плохого? И что мне сейчас делать, чтобы спасти папу? Может найти Докси и попросить его, чтобы он сказал своему папе Гавсу отпустить моего отца? Раз я виноват во всем этом, значит мне и расхлебывать эту кашу, сказал котенок и снова выбежал из дома. В этот раз Симка уже понимал, что собакам ни в коем случае нельзя попадаться на глаза, и он осторожно шел по самому краю улицы, прячась в кустах и постоянно переглядываясь в надежде, что увидит знакомую мордашку щеночка Докси. Вдали он увидел несколько собак, куда-то быстро идущих. Он дождался, когда собаки пропали из видимости, и незаметно перебирался из куста в другой куст, приближаясь к тому месту, где недавно он виделся с Докси. Вокруг никого не было, а на дороге он увидел несколько клочков рыжей шерсти. Симка тяжело задышал, в глазах накатились слезки, и он тихо начал плакать, ведь он знал, что эта шерсть его отца. «Папочка!» Тихо прошептал котенок, смотря на клочки рыжего пуха на дороге. «Тебе же нужно было убежать! Зачем ты сражался?» Симка сидел и тихо хныкал, замаскировавшись в листьях кустарника, как вдруг он в своей голове, непонятно каким образом, услышал тихий голос. «Симка! Симка!» Котенок начал оглядываться вокруг, но рядышком и вовсе никого не было. Так откуда же голос? Симка занервничал и, крутя головой вокруг, даже не заметил, что по улице шел какой-то пес, который увидел, что в кустах что-то шевелится. Когда собака начала ускоряться в сторону кустарника, Симка заметил приближающуюся и смотрящую прямо на котенка страшную дворнягу. И когда собака поняла, что в кустах сидит котенок, она как залаяла и мигом бросилась к нему. Симка зашипел и сразу же начал убегать в поле за дорогой. Собака не переставала лаять, и Симка, как можно быстрее убегая, чувствовал, что она его догоняет. Он не понимал, куда бежит, лишь увидел перед собой какие-то заросли, в которые, не задумываясь, прыгнул. И далее, переваливаясь и крутясь как колесо, он провалился и скатывался в какой-то овраг. Упав в самый низ оврага, у него хватило сил только на то, чтобы поднять голову и увидеть перед собой силуэт какой-то кошки, сидевшие прямо перед ним. Папа! Вскрикнул Симка, проснувшись в какой-то старой деревянной лачуге. Он сразу почувствовал запах жареного мяса и услышал бурление воды, будто кто-то что-то готовит. Но в комнате никого не было. Он приподнялся на кровати и начал с любопытством осматриваться. Кто же здесь живет? Вдруг в лачугу со скрипом открывается дверь. В комнату заходит какая-то старая кошка и, словно не замечая котенка, устремилась к плите и убрала кипящую воду. Здравствуйте! Кошка обернулась в сторону Симки, и котенок увидел, что у этой кошки нету глаз. Ну, здравствуй, Симка! Сказала слепая кошка, приближаясь к котенку. Симки сразу же вспомнилась, как папа ему рассказывал про пророчество и про ту кошку. Вы предсказательница Муська? Да, она самая. А как вы нашли меня и куда делась та собака? Я хоть и слепая кошка, но вижу больше других. А если я вижу, что кто-то сбился с пути, то я подскажу дорогу. Что? Хоть ты еще и совсем маленький, друг мой, но дела тебя ждут очень большие. Я вижу в твоей голове запутанный клубочек с нитками. И нашла я тебя, чтобы помочь тебе их распутать. У меня в голове, наверное, сто таких клубочков, которые надо распутать. Вы поможете мне найти папу? Пожалуйста, предсказательница Муська, вы же все видите. Я тебе раскрою небольшой секрет, Симка. Никогда нельзя говорить кому-либо про его будущее. Иначе тот, кто будет слишком уверен, потеряет осторожность, что рано или поздно погубит его. Но если аккуратно подвести его советами к правильному решению, то он сам во всем разберется и получит огромный опыт жизни, который после сможет передать своим потомкам, что гораздо будет важнее для будущего, ежели для настоящего. Понятно. Но тогда скажите, с ним все хорошо? Симка. Даже после самого сильного дождя всегда светит солнце. И если сейчас ему даже и плохо, то совсем скоро станет хорошо. Хоть и внешне он кажется строгим для тебя, однако внутри него очень много добра и света, которые излучают любовь и связь с тобой. Я не совсем понимаю вас. Скажите, как есть, предсказательница Муська, мой папа жив? Спросил Симка, и глаза его начали сразу блестеть от накопившихся слез. Папа не умирает, Симка. Он просто перестает быть рядом. И где-то в глубине всех нас всегда живет любовь наших родителей. Где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался, они всегда будут видеть и радоваться за тебя и твоих детей. У котенка не останавливались бежать слезки из глаз. Он все же не понял, что с его отцом, и выпрашивать у предсказательница ответа дальше тоже не хотелось. Ведь он очень боялся узнать настоящую правду. Симка, ты очень особенный малыш, и в тебе лежит одна исключительная способность, которую ты еще сам не осознал. Этот дар поможет тебе справиться со всеми трудностями и изменить будущее многих в этом мире. А что это за дар? Когда я была маленькой, в моей жизни происходило много странных вещей, которые я и не понимала. Мне постоянно снился один и тот же сон про мощнейшую силу, которой обладал котенок. Тогда я думала, что это просто какой-то фантастический сон. Но со временем сны становились отчетливее, и я начала понимать, что это не просто сновидение, а грядущее событие, которое повлияет на жизнь многих кошек и собак. А снилось мне, как один рыженький котенок использует редкое явление, которое я назвала супер-мега-кусь. Супер-мега-кусь? Да, но использует он его всего один лишь раз, после чего жизнь всех кошек и собак изменится. А как я могу использовать эту силу? Ты сам поймешь это, когда придет время. Ну а пока не переживай ни за что, все, что происходит, то было уже давно предписано, а все, что произойдет со временем, пишется уже сейчас. Как много загадок было у этой кошки. Симке казалось, что он до сих пор спит, ведь все слова предсказательницы звучали как фантастическая сказка. Коты и кошки собрались на внеочередном военном собрании, которое организовал генерал Симба в старом заброшенном амбаре. Внутри царила гробовая тишина, пока генерал не поднялся на пьедестал и не начал. Друзья, сегодня у нас произошли грустные события. Капитан Бокки, самовольно ворвавшись на собачью территорию со своей семьей, пропал без вести. Соня с отрядом военных котов направились на спасение капитана, но, к сожалению, они не смогли отыскать его. Но есть и еще одна грустная новость. Котенок Симка, оставшись дома один, тоже без вести пропал. Видимо, собаки узнали каким-то образом про пророчество котенка и решили их устранить в избежание своего поражения. Итого у нас две очень важные потери. Разведывательный отряд сообщил, что в штабе генерала Гавса имеются специальные камеры для пленных котов и, возможно, наши герои находятся сейчас там. Поэтому я считаю, что мы должны бросить все усилия, чтобы спасти их и штурмом врываться на собачью территорию. Начнем с партизанских котов. Они первыми проникают на собачью территорию и занимают позиции около штаба, замаскировавшись в кустах. Самые боевые коты будут готовы по команде штурмовать. Кошки приготовят фейерверки для создания паники у врага. Собаки умеют плавать, поэтому... Как там наш водолазный костюм? Костюм прошел все испытания, генерал. Отлично. Водолазные коты будут выходить из реки с обратной стороны штаба генерала Гавса. Наше главное превосходство – это неожиданность. Поэтому, если мы все сделаем очень быстро и слаженно, то мы сможем освободить наших героев из плена и победить в главном бою тысячелетия. Коты и кошки в знак поддержки устроили оры и аплодисменты. И этот план я назвал «Генерал Симбас спасает пророчество». Все коты затихли с недоумением. А есть другое название этого плана? Ну, хотели еще назвать «Легендарное освобождение». Коты в знак поддержки снова начали оры. Ну, ладно, ладно. И этот план я назвал «Легендарное освобождение». Симка вышел из хижины моськи и перед ним был какой-то лес. Он обернулся, чтобы спросить дорогу, но кошки магическим образом не оказалось в домике. И куда мне идти, интересно? Котенок направился прямо и через некоторое время он увидел тропингу, по которой решил идти дальше. Вскоре деревья закончились, и Симка увидел перед собой совсем незнакомые дома. Он спрятался за кустиком, и вдруг он увидел, как рядом с одним из тех домов играет щенок Докси. Симка высунул мордочку из кустика, как в тот раз щенок, и смотрел радостно на Докси, ведь наконец-то он смог его отыскать. И через буквально несколько секунд Докси посмотрел в его сторону, и щеночка сразу же ошарашила появление котенка. Он осмотрелся кругом и, пригнувшись, подбежал к Костику, где сидел Симка. «Привет, Докси!» «Привет! Ты что здесь делаешь? Ты знаешь, где мой папа?» «Да, знаю. Его держат в клетке в штабе моего папы. Я специально искал тебя, чтобы попросить тебя, чтобы ты сказал своему папе, генералу Гавсу, отпустить моего папу. Я боюсь ему такое сказать, хотя честно хотел. Мой папа давно охотился на капитана Бокки, и если я ему скажу его отпустить, он только сильно разозлится на меня и прогонит. «Хм, твой папа чем-то похож на моего. Докси, а тебе тоже не хочется воевать?» «Если честно, то да. Я говорил папе об этом много раз, но он тебя даже не хочет слушать?» «Да, так и мой папа такой же. Слушай, так мы с тобой тогда тоже похожи. А я думал, что я один, не хочу войны. А может мы тогда вместе сможем как-то сказать нашим родителям остановить войну и подружить кошек и собак?» Вдруг Симка и Докси услышали чей-то разговор за углом дома, который явно приближался к ним. Они скрылись в кустах, пригнувшись, и Симка увидел, как из-за угла дома выходит здоровый и грозный пёс, а за ним лейтенант Гизмо. «Гизмо? Ну как? Этот кот помогает моему папе, но об этом никто не знает. Из-за этого кота поймали моего отца. Давай послушаем, о чём они говорят». «Генерал Гавс, надеюсь, наш договор останется в силе и вы сдержите своё обещание». «Гизмо, если я сказал, значит так оно и будет». «Я очень рад. Бог и я вам помог поймать. Осталось только найти Симку, и тогда пророчество точно не сбудется». «Этим ты и займёшься». Симка стоял в шоке и явно не ожидал такого предательства от Гизмо. Ну а по старой традиции продолжение этой истории выйдет в следующий раз. Если тебе, мой друг, понравилась четвёртая серия сказки «Кошки против собак», то напиши в комментариях «Хочу продолжения». Но перед этим необходимо поставить лайк этому ролику и быть подписанным на канал. Ребята, вскоре будет последняя часть этой сказки и я бы хотел узнать от вас, какая часть тебе больше всего понравилась. Не забудь перейти по ссылке в описании на мою группу ВКонтакте. Там тоже выходят сказки и также вы узнаете, как они писались и что в целом послужило тому, чтобы её написать. И ещё там можно позадавать мне разные вопросы, на которые я с радостью отвечу, если тебе вдруг интересно, какая и когда выйдет следующая сказка. «Прощание сказочно идёт, но надо бы уже прощаться. Надеюсь, я создал уют. В твоей душе, мой милый друг». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!